В эфире служба новостей Саров-24. В студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Удушающий запах хлорки. Очередное обращение жителей в рубрику «Городской дозор». Вопреки стереотипам и предубеждениям, 11 февраля отмечается Международный день женщин и девочек в науке. Самый массовый лыжный забег. В 13-й раз жители нашего города присоединились к акции «Лыжня России». Далее расскажем обо всем подробно. Третий год подряд, вне зависимости от погоды за окном, в одном из подъездов по улице Московской стоит невыносимый запах канализации. На обращение жителей управляющая компания реагирует единственным способом. Приезжает и засыпает все нечистоты в подвале, а также шахту лифта хлоркой. Это не только не решает, но и усугубляет и без того неприятную обстановку в подъезде. Со своей проблемой жильцы дома обратились в городской дозор. В лифте и на лестничных клетках стоит едкий запах канализации. Уже не впервые жильцы 4-го подъезда дома номер 19 по улице Московской сталкиваются с этой проблемой. И ни для кого не секрет, что ее причина кроется за закрытыми дверьми подвальных помещений. Все жильцы нашего дома задыхаются от запаха из подвала. Это невозможно. Каждый год таким дерьмом несет. И все время комары. Видно, прорывает там. Ну, как дерьмой прорывается, наверное. И воняющаяся такая. Мы звоним ежегодно. Как рассказывают жильцы дома, после обращения в управляющую компанию коммунальщики приезжают и засыпают в подвал с шахтой и лифтом хлоркой. От этого запах не исчезает, а становится более едким и невыносимым. Глаза выедает. Невозможно даже пройти. Даже в квартире воняет. Вот сидишь и прям запах, мне кажется, везде даже. Каждый год у нас вызывают там комаров. Морят. А комары уже такие нахальные появились. Они не боятся никакой химии ничего. Они такие мелкие. Прорезают через москитную сетку. А кусаются. Прямо так. Раз, раз, раз. Через каждые два сантиметра садятся. Ситуация усугубляется с наступлением тепла. Запах нечистот распространяется на весь подъезд, вплоть до девятого этажа. А насекомые, появившиеся тут от повышенной влажности, поселяются не только в местах общего пользования, но и в квартирах. Весной особенно. Где еще нигде нет комаров, у нас уже в квартире летают комары. И тут сейчас просто не видят. А то они обычно прям по лифту летают. Очень много. Ребенка у нас заедали. Мы накрывали его сеткой. Все. Все. Вот этот комаров от этого подвала лезет. Как нам пояснили в центре ЖКХ, недавно там произошел засор. После его ликвидации коммунальщики обработали подвал хлоросодержащим раствором. По мере высыхания будет проводиться уборка помещения, которую планируют завершить уже к середине следующей недели. Но как оказалось, засор и запах канализации – это полбеды. В подвале этого дома регулярно появляются грунтовые воды. Они-то и не дают помещению высохнуть. Отсюда постоянный запах и влажность. Спасти жильцов может только капитальный ремонт. Размер подошел. В минувшие выходные в одном из городских баров посетитель остался без мужской куртки. Как оказалось, в его одежде ушла женщина, оставив свою на вешалке увеселительного заведения. На такой обмен мужчина не согласился и написал заявление в полицию. Чем еще заполнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. По данным полиции, на этой неделе по магазинам города прокатилась волна мелких хищений. Нечистые на руку покупатели останавливали свой выбор на продуктах питания и алкоголя. Нашлись и те, кто присваивал себе обувь прямо с полки магазина. 9 февраля в 16.24 неустановленное лицо в магазине «Лопоток» в проспекту Ленина. Повредило две стеклянные полки и похитило две пары обуви на сумму 799 рублей. По данному факту ведется проверка. Еще одно заявление поступило в дежурную часть полиции от владельца внедорожника иностранного производства. Ранним утром с машины у дома на глазах хозяина была снята фара. Воришку не смутила даже сработавшая сигнализация. Жена выглянула в окно, увидела там силуэт молодого человека. Пока муж спускался, молодой человек уже скрылся. Ущерб составил около 8 тысяч рублей. На дорогах города, по сведению начальника дорожной полиции Сарова, обстановка была относительно спокойная. За 7 дней было зарегистрировано всего 10 ДТП. Скорая на месте происшествия понадобилась всего один раз. На выезде со стадиона Икар один водитель не предоставил другому преимущества. Автомашина Маза ЦХ5 под управлением водителя 68-го года рождения. При выезде на дорогу с прилегающей территории, то есть со стадиона Икар, не уступила дорога автомашине ВАЗ-2113. В результате столкновения женщина-водитель отечественного автомобиля попала в травматологическое отделение КБ-50 со множественными ушибами и сотрясением головного мозга. Завтра, 12 февраля, отмечается Международный день безопасного интернета. В связи с этим в нашем городе будет работать горячая телефонная линия для детей, родителей и педагогов по теме информационный иммунодефицит. На вопросы Саровчан ответит психолог молодежного центра по телефону 9-93-13. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В департаменте образования подвели промежуточные итоги кампании по зачислению детей в первой классе. По словам специалистов, сейчас в учебной организации зачислены 597 ребят. Однако это еще не окончательные цифры. Прием детей в школы по закрепленным территориям продолжается и будет идти до конца июня. С 1 июля стартует зачисление ребят на свободные места, вне зависимости от того, где они прописаны. В четверг, 14 февраля, на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные саровчане могут принести кормы вискос и педигри, мясную обрезь, ветеринарные препараты, моющие средства попона для кошек. Все это можно будет передать волонтерам 14 февраля в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемура» в торговом центре Куба и в магазин «Боха Кот» в ТЦ «Европа». Федерация лыжных гонок России объявила состав сборной для выступления в австрийском Зейфельде, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта. В число 24 спортсменов вошли уроженцы Сарова Анастасия Седова и Артем Мальцев. Для Артема это будет дебют. Для Анастасии уже второй чемпионат мира. В 2017 году Саровченко отставила цвета российского флага в финском лакте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Докукина родилась и выросла в нашем городе. Увлечение науками пришло к ней еще в школе. Затем она поступила на физический факультет МГУ. После окончания учебы Ирину вместе с мужем поехали в Японию. А через год их обоих пригласили на работу в Соединенные Штаты Америки, где они провели 10 лет и продолжали заниматься исследованиями. Там все-таки считается, что человек должен быть узкоспециализированным. То есть если он уже понимает в какой-то одной области, то вот в ней он должен хорошо понимать и на этом все. Ему очень удивительно, когда приезжают в том числе из России ученые, неважно какого пола, они, как правило, многофункциональны. То есть это нормально здесь сменить тематику, начать работать в какой-то другой области. Как рассказала Ирина, она никогда не сталкивалась с каким-то предвзятым отношением к ней, как к специалисту из-за пола. Если 10 лет назад, когда она училась в институте, девушек на ее факультете было считанное количество, то сейчас их число значительно увеличилось. Но сейчас уже женщина-ученая считается вполне способной вести научные исследования. Сейчас Ирина преподает в Саровском физико-техническом институте математический анализ, уравнение математической физики и английский язык. Она признается, что ей очень повезло со студентами и девушке, наравне с молодыми людьми, готовы учиться и разбираться во всех тонкостях предмета. Особо она выделяет студентов-девушек. Девушки, они ничуть не хуже молодых людей. В некоторых вопросах даже они и фору дадут. И это видно не только по научной работе, а в том числе и по учебной работе. Одна из лучших студентов вуза Татьяна Скледнева приехала в наш город из Ханты-Мансийской автономной области Югры. Еще с младших классов она поняла, что ей интересны точные науки. Я уже так с нетерпением ждала начала урока физики. Мне было очень интересно узнать, как работает этот мир, то есть как все устроено. Мне нравилось наблюдать за природными явлениями. Я много читала об известных ученых, об их вкладе в науку и думала, как же это потрясающе, то есть сделать какое-то открытие, увидеть то, чего люди даже раньше не замечали. Как говорит Татьяна, девушкам нужно не бояться сложных путей, стараться и учиться. Сегодня наука – это уже не только мир мужчин. Женщины все больше и больше проявляют себя в точных дисциплинах и добиваются больших результатов. Что такое гибридные войны, принципы их ведения и ожидаемые результаты? Во Дворце детского творчества прошла очередная встреча в рамках проекта «Профтренд». В формате дискуссионного клуба специалисты службы безопасности внеев поведали старшеклассникам свою точку зрения на происходящие события в мире, в частности на ситуацию в Венесуэле и Ливии, а также Украине и Сирии. Подробности о встрече расскажем в следующем репортаже. Об этом им не расскажут на уроках в школе. Несмотря на то, что современное поколение отлично ориентируется в просторах интернета и с всемирной глобальной сети, в неокрепшую умы может попасть совсем не та информация. Что с ней делаете, как правильно понять происходящее в мире событие? Это старшеклассникам постарались разъяснить специалисты службы безопасности внеев. Дему для обсуждения в дискуссионном клубе обозначили как гибридные войны. Гибридные войны, они проводятся, и они ведутся, в том числе и в нашей стране. Просто мало кто об этом. Об этом знают только специалисты. А простой народ не задумывается. Все просто, легко. Полезли в интернет, посмотрели, что там да как. Конфликты в Венесуэле, Ливии, Украине и Сирии. На примерах последних событий в этих странах лекторы разобрали со старшеклассниками само понятие гибридные войны, а также цели и задачи их инициаторов и ожидаемые результаты после подобных столкновений. Серьезная и неоднозначная тематика дискуссионного клуба проекта «Профтренд» вызвала вопросы у школьников. А затронутые темы стали поводом для размышлений. 2019 и 2020 год – это очень непростые годы для нашей страны будут. Готовится много событий, которые могут привести или к цветным революциям, или к каким-то взрывам, или так далее. Хотелось детей как-то направить немножко и предостеречь, чтобы, не дай бог, они в этих акциях не участвовали. Следующая встреча в рамках проекта «Профтренд» пройдет во Дворце детского творчества в четверг, 14 февраля. Все о нем и про него. В детской библиотеке имени Пушкина прошел квартирник, посвященный памяти великого классика. В формате открытого микрофона участники встреч делились своими мыслями и впечатлениями о творческом наследии Александра Сергеевича Пушкина. Подробности далее. В конце прошлого года библиотека имени Пушкина проводила конкурс «Пушкин-220», посвященный творчеству великого поэта. Участники создавали рисунки и декоративные панно по сказкам, читали отрывки из произведений. Мира Березина очень хотела выступить, но из-за возрастных ограничений ее не допустили. Однако девочку пригласили прочитать отрывок из сказки о мертвой царевне и семи богатырях на вечере памяти Пушкина. Имя Александра Сергеевича Пушкина стало нарицательным для каждого русского человека. Его стихи начинают слушать в раннем детстве, а потом всю жизнь люди открывают для себя новые грани его произведений. И сегодня, несмотря на то, что прошло уже два века, его творчество остается актуальным до сих пор. Вот эту прививку русского языка, его красоту, его чистоту, его простоту мы учимся понимать у Пушкина. И поэтому я думаю, что не зря, что Пушкин до сих пор есть в школьной программе. Библиотека имени Пушкина продолжит знакомить горожан с наследием великого поэта. В этом году библиотекари готовят программы, приуроченные к памятным дням, и организуют выставки, посвященные творчеству Александра Сергеевича. Все на лыжню. В 13-й раз Саров присоединился к главному зимнему событию страны. В ежегодном спортивном празднике приняли участие воспитанники детских садов, ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений города, а также представители городских организаций и предприятий. Все желающие смогли преодолеть дистанции в 500 метров 1 и 2 километра. Внимание колонна! Шагом! Шумные гурьбой школьники, не торопясь, шли к линии старта. Для кого-то это был первый опыт спортивных соревнований, другие уверенно стояли на лыжах. У нас всегда с утра начинают лыжную гонку детские сады. Самая отзывчивая, самая улыбающаяся публика. За ними спускаются в стартовый городок начальные классы. И дошкалятам, и ученикам младших классов предстояло преодолеть всего 500 метров. Из-за большой численности юных спортсменов на старт они выходили небольшими группами по 15-20 человек. Так как не все уверенно стояли на лыжах, чтобы избежать травмирования, малыши бежали без палок. А на финише их встречали родители. Давайте, давай, чудашь, молодцы! На последних метрах полукилометровой дистанции ребят ждали подарки. Каждый из юных спортсменов получил сладкий приз за участие в лыжне России. Легко, конечно, но все-таки спалкнуть немного легче. Тут очень классно, весело, прикольно. Мне тут очень понравилось. Мне очень понравилось свинишировать, получить шоколадку. Тут очень классно, очень хорошо кататься на лыжах. Здесь очень весело, интересно, задорно. Мне очень понравилось. Мне понравилось. Тут что, весело тут, можно кататься на лыжах. Эстафету от школьников приняли взрослые. Сразу после торжественного открытия состоялся ВИП-забег, а потом брендовый забег сотрудников предприятий Сарова. А старт «Лыжней России» дали руководители города. Чем хорош этот праздник? В нем могут принять участие и пожилой, и молодой, и школьник, и пенсионер, и начинающий, и подготовленный профессионал. Главное – здоровье в здоровом теле, здоровый дух. С праздником всем! Лыжня России давно уже стала семейным праздником. Традиционно участники приходят на лыжную базу с детьми разного возраста, и каждый находит здесь занятие по душе. Прокатить огромный мяч между кеглями, добежать до финиша в огромных ботинках. Пока взрослые бежали свою дистанцию, ребятишки весело играли. Верси репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова